здравствуйте друзья здесь демитрий юрий последнее время все очень бурно обсуждают ситуацию на рынке нефти что там случилось и у меня есть какие-то совершенно страшные мысли по этому поводу я хочу высказать вам их мне интересно мнение что вы поэтому думаете вот смотрите ну наверное вы знаете что 14 сентября это было в ночь на субботу на объект самый крупный завод на объекты нефтяные саудовской аравии была совершена атака очень серьезно вот и давайте посмотрим вот некие моменты которые меня немножечко но пугают и настораживают скажем так мягко говоря вот что произошло но на одно крупнейшее месторождение в саудовской аравии и на завод о там первичной переработки нефти были совершены нападения говорят следующее что нападение были произведены при помощи сразу 10 дронов и крылатых ракет вот ответственность за это нападение взяли на себя хуситы из насколько я помню емена вот но очень похоже на правду на самом деле с одной стороны потому что там идет война и хуситы борются против правительственных сил которые поддерживают саудовская арабия причем саудовская арабия буквально бомбила территорию емена вот у них там жуткая идет ненависть друг другу у арабов они друг друга уничтожают там шииты и хуситы не знаю их вот но настораживают следующие моменты во первых емам не самая богатая страна хуситы не самые богатые ребята и правительство емам тоже не самые богатые ребята и у них нет средств для покупки вот таких вот дронов во во-первых во вторых и начну кроватых ракет тем более то есть да возможно они участвовали в этом запуске возможно с их территории но как попало к ним оружие от кого-то из более серьезных игроков вот это первое да а где они взяли на это деньги вот эти самые хуситы и как она к ним попало здесь я рискну предположить и вот какие-то но вещи которые я наблюдал что происходило до того смотрите я когда смотрю обзоры по рынку нефти и и и вообще по ситуации в мире мировой ситуации экономической постоянно говорят что мировая экономика находится на грани рецессии и не постоянно говорят что цены на нефть будут падать и они уже начинают падать и вот вот они упадут и цены на нефть уже упали там до 60 там двух даже до 60 долларов за баррель и ожидаемая цена нефти баррель а нефти это мы в районе 40 долларов за баррель а может быть и ниже потому что когда экономика стагнирует то потребности в нефти очень сильно падают и все к тому идет да а с другой стороны сша наращивают добычу и сланцевой нефти и уже выходят там на поле первое то ли второе место в мире по добыче нефти кроме того безусловных лидерах по добыче и поставкам нефти всего три страны на самом деле сша саудовская аравия и россия кому-то выгодно потеснить саудовскую аравию на этом рынке кому-то из основных игроков иначе сразу после атак я бы не сказал что моментально сша обвинили ирана в этом деле вот здесь нечто странное смотрите до этой атаки там между ираном сша там англии какие-то очень очень серьезные трения там иран арестовывал корабли которые шли по персидскому заливу причем да как была атака тоже какого-то дрона который иран отрицает но обвиняют в этом иран почему-то вот то есть но последнее заявление вот со стороны трампа вроде о том что трамп не хочет войны с ираном что трамп хочет вот договариваться трамп не будет вмешиваться в конфликт между ираном и англии вот и какие-то такие вещи и вроде как сша в последний момент сказали что они хотят снять вообще эмбарго с ирана на поставку нефти чтобы опустить цены на нефть и цены на нефть так вот потом следующий вариант вот это вот атака этих дронов произошла в ночь на субботу тот момент когда рынке фондовые финансовые все рынки были закрыты сми рабочее время вот но я боюсь что это связано с фондовым рынком то есть вот время атаки выбрано так что рынке не работали то есть люди которые могли подготовиться к этому делу вот еще один момент смотрите сама атака дроны совершенно спокойно прошли системы по его саудовской аравии и ракеты были использованы которые тоже способны спокойно совершенно пройти через систему саудовской аравии а саудовская аравия очень тесно сотрудничать с сша по вопросу закупки вооружений вот так и страшно предположить но америка знает технические характеристики систем по его саудовской аравии и она знает что что может ее как бы преодолеть вот еще один момент сразу после этой атаки сша предложили саудовской аравии закупить у них еще одну систему защиты которая будет защищать их от подобных атак через пару дней с таким же предложением выступила россия сам предложив саудовской аравии закупить им комплексы с-300 с 400 который как утверждается должны защитить вот вот этих легких дронов ну не факт перри еще один момент ну у хуситов явно нет средств да вот кто производит дроны в сша наибольше всего на этом деле продвинулись и израиль то есть чего производство дроны надо еще понять сша утверждает что иран это дроны иранского производства но что-то у меня есть сомнения что ирана очень здорово в этом деле продвинулся и есть еще одна заинтересованная страна как я уже сказал что три страны ведущие игроки на рынке нефти ведущие значит поставщики нефти это саудовская аравия это америка и это россия и если поставить вопрос кто от этого от этой атаки больше всего выиграл то смотрите но саудовская аравия пострадала от этого поэтому с одной стороны с другой стороны цены на нефть очень резко взлетели там на 10 процентов почти до 70 долларов и но с другой стороны саудовская аравия как крупнейший поставщик и но что-то компенсировало на этом деле вот а америка смотрите америка да сейчас выходит на первое место в мире по добыче нефти тванцевый и ну вроде бы да и у америки очень большой торговый дефицит очень неплохо с одной стороны для нефтяных компаний американских что цены на нефть взлетели но с другой стороны в америке цены на бензин очень здорово зависит от цен на нефть и поэтому цены на бензин тогда тоже должны повыситься в америке через какое-то время и и ну то есть вот есть два фактора один значит в плюс другой минус как качели вот так вот поэтому заинтересована ли америка в росте цен на нефть не факт а вот россия безусловно от этого от этой атаки выиграла предположить что за этой атакой стоят какие-то вот российские вещи ну страшно но вот если искать кто от этого больше всего выиграл ну наверное россия все-таки потому что россия очень здорово зависит от цен на нефть и поэтому здорово во вторых значит если саудовская аравия уходит с рынка то кто-то занимает ее место кто россия америка очевидно хотя с другой стороны у россии нет возможности уже увеличивать добычу поставки нефти для этого требуется очень серьезные вложения инвестиции и мы просто не можем ее сильно нарастить ну в общем остается америка но вот нельзя сбрасывать со счетов и россию вот иран ну есть возможность такая да вот есть и ну как схема происходила вот на мой взгляд например да кто-то не знаю кто кто заинтересован это может быть иран действительно это может быть россия может быть америка они решили вот провести такую атаку и убрать скажем или уменьшить долю саудовской аравии на рынке и при этом еще и заработать вот но у хуситов нет денег естественно на покупку вот этих вот средств там дронов и ракет поэтому они говорят ну хорошо вот давайте так вы мы вам даем эти ракеты дроны вы делаете эту атаку вот в такое это время вот пожалуйста мы вам гарантируем что это все пройдет безболезненно а мы уже на фондовом рынке как-нибудь деньги эти заберем и даже с лихвой за поставку вот этих вот ракет это вам подарочек такой вот вы свои цели выполните а мы обвиним в этом иран или не обвиним вот но какая-то вот такая штука понимаете потому что ну как-то все подозрительно был информационный фон о том что цена на них будут понижаться и значит типа ребята делай открывайте шорты а в этот момент взяли значит там и бабахнули цены на нефть в результате взлетели то есть это очень серьезный скачок ну то есть как бы смотрите что можно проверить для доказательства теории ну посмотреть кто на этом выиграл были ли накануне большие сделки по скупке фьючерсов на нефть на на рынках и с чьей стороны из каких стран если это возможно то в общем это здорово прольет свет вот и подтвердит либо провернет эту теорию вот ну что я могу сказать что когда у сам бен ладон там свои теракты 11 сентября на америку он на этом здорово заработал потому что он понимал куда пойдет фондовый рынок и он очень здорово в это вложился понимаете и здесь тоже может быть вот такой фактор что кто-то просто решил заработать во первых а вторых а потом еще заработать на поставках систем ПВО Саудовского Аравия как вы думаете вот вообще так сказать имеют какие-то вот ну почву эти размышления под данным фактом или нет и что вы думаете получит ли этот конфликт развития то есть смотрите если там начнется война достаточно серьезная то цены на нефть все-таки я думаю взлетят потому что война будет между Саудовской Аравией например и Ираном разделяя власть то есть надо столкнуть две противоборствующие страны которых мы не любим ни одну ни другую они друг с другом дерутся а мы будем сверху наблюдать и на этом зарабатывать почему нет я думаю что такие предположения могут иметь место а что думаете вы напишите пожалуйста спасибо за внимание с вами Владимир Павел Юрий что какое-то это я я это и это 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 как это еще это